Это реалия? Я говорю, нельзя. Нельзя. Почему? Вредно, это опасно и прочее. Я его все разъясняю. Разъясняю один раз. Он заматерился все равно. Я его завожу в отдельную келью. Келья, где избушки спят по 8 человек. А лагерь здесь стоит в море. Ничто не имеет права смотреть. Матерился? Матерился. А там жгущая крапива или орлу. Вот такая высота. Второй этаж такой. У пианино. Ну-ка, давай, бумагу, проведи. Смошен садись. Боишься крапивы, а материться не боишься. Ай, пустослов. Ну давай дальше с ним. Боишься? Я скажу, что ты боишься. Крапива. Я эту крапиву беру губами. У меня пузыри на лице. Она сразу очень жесткая такая крапива. Он засмеялся все равно. Я не боюсь. Не боюсь. Это национальный культ Японии. Называется конзем. Вот я сейчас поведел, ей зуб болит. Она изъеваться будет. Она крещать будет. Мама будет, не знаю, еще шоколад халвы до ушей. А мать только сзади стоит сакем. А где твоя конзем? Сразу тряхнулся. Мама, у меня конзем есть. Теперь урач ему там зубы дерет, свергнет и прочее. Ребенок. Я на какой-то подошел киоск. А киоск, видно, газета продает. Он размахнется, как даст по киоску. А там вот так вот все. А люди смотрят на нас презреть. У него конзем нет. А у продавщицы есть. Она еще не вызвала полицию. Понятно? Мы идем здесь. А щебель. Девчонки просят босиком. Ну видно, что ноги больные. Виду не дают. Я говорю, что конзем вырабатывает. Конзем. И вот дядя конзем. Он выходит. И говорит, я не боюсь. Ну теперь давай я положил крапиву. Он провел. Давай я сейчас тебе дам наказание. А у меня сетка с собой. Я сеткой как хрест. Ну, по цапогу себе. А он так хрест. Ты маленько с линями так проведи. Беги скорее холодиль. Холодная вода. Что тебе попало. Ты не говори, что тебе не попало. То есть воспитательный характер. Это не только наказание. И вот пришло время. Жалобы достигли прокуратуры. Это другое. Кандидат медицинских наук. Детей по одному звают. Расспрашивают. Мальчишка. Но вас бьют. Никто нас не бьет. Нас просто наказывают за дела. Ребенок. Он понимает. Бить и наказывать за дела. Это совсем большое дело. За столом не разговариваются. Сели за столом. У меня бывает там профессор сидит. Академик. Кого такого не было. Я вот так помню. Только кто еще? Все. Тишина. А дальше? Дальше. За 48 лет я ни одного ребенка не ударил. Но они боятся. Наконец расследование началось с КГБ. Представь себе. Куда сдвинули. Все. Смотрели. Нигде нет. Ну уберите из устава, что наказание физическое нельзя. Без этого я там не нужен. У нас дисциплина. Одна девчонка такая была. Я не знаю сколько, но у нее это наверное 10-12 так было. Как только кого наказывает, она как и вовременно бегом, а устав, и секунду став сразу считает. Ни разу не попалась. Она нашла самый правильный путь. Провожаем с Украины. Уже в вагон залезли. Ребенок из отца выглядывает. Ну я его спрашиваю. Сколько раз наказали? Ни разу. Как ни разу? Ни разу? Отец, ну-ка пусти его, я накажу на всякий случай. Все равно где-то виноватый был. Э, нет, это посмеялись, да и все. Это ни день, ни два. 48 лет. Да вам-то 48 когда еще будет? Ваша только бабушка еще все-то скажет. Мать. А это ребенок. Каждому подход свой. Вот. Берем малину. Малина у нас дикая здесь, бывшая, колхозная теперь. Ну, дал кружку каждому ее набрать, а потом они любят малину, ягоды с молоком. А подходит. А Кирюша не берет, только вот. Не трогай. Я тогда между малиной прокрался туда. Он говорит, святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные. Я вернулся, не надо, он берет, он хорошо берет, он много берет. Побаленечко я взял-то. Главное это. А почему? Он молится. Мы не знаем, что будет дальше, но в данный момент трогать нельзя. Он зашел на другую ступень, которая выше нашей. Дети. Я говорю вот это недавно. Из кармана у меня выпало рукавище. Я говорю, дети, посмотрите, рукавица где-то нету. Уже уходи, грежу, один стоит в стороне, а так это. Я подращу, ты стоишь. Да, как раз стараюсь, рукавица смотреть. Я говорю, вот она лежит, я все смотрю и смотрю. Это рукавица. Келья, это вот избушка такая, как из прути. Под шлифером. А он ничего не делает, там ваня какой-то сидит. Я потихоньку подхалился сзади. Он смотрит, большая жужелка какая-то. Мураши ее опрокинули. А на лапу это машет. А на лапу это вверху. И они его локут. А теперь только они в большую норку все затажут. Там они еды еще обстригут. И все такое. Не трожьте его. Он, может, биологом будет или что. В ребенке надо заметить вот это. Здесь ничего нельзя заметить. Для него мама. На том уровне, где она достает. Ванецкого когда спросили, а когда вы первый раз обилие рассмешили? Там в автобусе ехали. Он еще в автобусе. Ну, мама где-то отошла и кричит. Там Аркари где-то, или Михаил его где-то. Да не могу здесь один, только дядин и жопу со всех сторон. Ну и рассмирялись все. Ну на таком уровне. Это я определил, как надо. Ну и все в вагоне. В автобусе такая грозная смеяться. И он оказался шутник большой. Понимаешь? В каждом деле надо быть внимательным. Вот я и сказал. Там не видно. Чтобы больше она не садилась с вами рядом. Пересядь на скамейку. Заметь, какой упрямый. Пересядь туда. Она сытая сейчас. Ничего особенного нет. И теряется. Поешь, чтобы нигде не было. И глаз какой-то глядит. Смотришь, так. Пересядь такая замужем. Она дела. К утру ее уже выкнут ногой. А нормальные глаза все. На лице такое упрямка. Глаза под лоб закачаны. Что вы делаете? Лицо я должен быть как есть. Открытое, свободное, радостное. Видишь? Щеки пампушками. Я вам рассказываю на опыте. Никак по-другому нельзя. Это ребенок. Зарядил на будущее всю жизнь. Не на полно, похоже, в таком виде. Ясное дело, что тяжело. Не надо это закрывать. Потом, когда подрастешь, ты будешь благодарить Бога, что приехал сюда. Так. Слушайте внимательно. Мы не знаем, какая погода. Посмотри. Николай. Барнаул. Алтайский край. Поселок потеряет. Я сейчас смотрю. Я посмотрю. Давай. Потеряю. Маммус Королёна. РП-5. Посмотри, сайт такой есть. Хотя он один раз ошибся уже. Ну что откроется? Сайт. Он везде, что наоборот. Ранец небольшой. У меня один тут приехал с матерью. Ее Ана назвать, а сын Яша. Мы из матери веревки. Не присмотрели? Говоря ей, кушку дают плащ. Так ее уменьшили. Она часовая почти программа-то была. Так. Давай плащ. Так остановись сейчас. Нету слез. Нету. Давай меду поешь, водой запей. Слезы у тебя из воды же бывают. Поел, запил. Ну давай опять. Вот ту же минуту включает, и сирена завыла. Видела, нет? Посмотрите, называется слезы Яши, кажется. Яша плачет в кружку. Да. А из-за чего он матери, мать Сири пишет, он подошел, карандаш дай, мать ей дает карандаш, он орет, орет, орет. Я взял, он перестал орать, больше никогда не было. Пока полную кружку не наберет. Крещи, крещи. Покрещал и выдохся. Все. Это она на меня как Сири-то смотрит. Как Ленин на буржуа зрели. Так, показывает. Сегодня 21 градус максимальный. В 10 часов написано гроза с водой, с дождем. В час дождь написано. Ну а дальше дождя нету, и до этого дождя нету. Значит, давайте обсудим все вместе. Я рвусь на второй гвоздик. Там не закончено. Но дождь нас приостановил. Он, очень, видать, неплохой был. И проехать туда невозможно. Этот на тракторе не приедет, а его не будет. Нам только бы закончить это. Но. Одно но. Там лопаты все оставили. Сидеть без дела мы не будем. Рядом, где Купаль вчера, это Симаковский. Называется, или Кастроли. У нас все завезено туда. И мы сейчас начнем там работать. Тележку эту маленькую взять, по-вотой. На одном колесе. Возить есть, кому накладывать и возить. А накладывать вверху. А там, насколько выше. Этот бугор мы уже свободно сместим. Мы точно не сможем туда попасть, где вчера работали. Никак. Никак. Вы берете дождь раз, а мы на машине туда не проедем. Игнать Тихонович, а мы можем с Юлием вдвоем пойти и настыкать там вдоль берега идти? Надо готовить это. Могли бы. Я делал это на Симаковском же. Я затачивал. Новое предложение. Юрий Алексеевич, как смотрите? На велосипедах. Нет, на велосипеде не надо. Он сразу забьется, и он так же будет. Только пешком. А пешком эти резиновые сапоги. И вот пока ли в лагерь, где вот так вот напрямик, из лагеря туда пересек. Вам этот круг не надо будет делать. Но остальное все знаете где. С собой что надо взять? Топоры. Топоры. Понимаешь, это нагрузка какая. Кувалдой надо забивать то, что там есть. У валды? Ты возьмешь? Кувалда-то и нам нужно будет. Кувалда одна, да? Не знаю. Мы малую кувалду возьмем, а вам большую оставим. Не знаю. Если бы была погода хорошая, весь инструмент был, говоря, подходящий. Но там инструменты не вытащить, кувалду не потащишь. Маленькую возьмем, а большой потом пробьем. Маленькую она еще не дает. Она забивает маленькую и все. Она не может быть. Ну нам надо там заделать. Не гладить. С собой инструмент надо взять. Дальше. Тут на левой стороне статуре жердь. Жердь настоящая. Ее надо продлить дальше. Ну, может быть, три или четыре сваи там. Маленькую, как забить. Как-то привязать хотя бы. Присмотреть. И дальше, где закальщик, туда ее пустить. Ты там дальше видел? Придется когда-то. И мелкими, какие-то мелкие есть такие жерди-то. Прямо продолжить это. Две-три. Но вы одеи. Я думаю, не надо разделяться. Конечно. Не помню. Мяя Тихонович, разделяться не надо. Я думаю, так. Я за лопатами съезжу и все. Ты за лопатами садил, видел? Нет, я говорю, я съезжу за лопатами-то. Ты не проедешь. Как не проедешь? Это жнило. Вы что? От Анила, это не Сергея машина. Не знаю. Что не знаю? Мы-то и столько человек здесь. Там у вас песок насыпан на первом мостике. На подъеме песок насыпан. Мне до Плотины доехать, а там я пешком дойду. Ты сначала сейчас отвезли до работы. Нам туда вообще сейчас убили. Я вас отвезу и за лопатами съезжу. Из земли. Там сейчас по дамбе-то не пройдешь. Сырли. Там вот такие сапоги будут. Ты нас туда сейчас отвезешь с инструментом. И я их распределю тут. И тележку маленькую только. Потому что тут у меня образовалась маленькая лужа. И сейчас нужно проедать. Или от этого в мотоблок и тележку, чтобы у вас загрузить тележку. Давайте сейчас за стол огонь везать. Господи, слава тебе. И дивные дела твои, прославляемые заводят и нами. Будь милостив к нам, Владыка. Этих детей ты сам воспитай. Тебе хвала и слава, отец, сын и святой дух. Аминь. Что, брат, Вячеслав, что решим-то? Все, читать будем писание. С Евангелия или как? Да, так же нужно просто открыть. Далеко. Я далеко? Ну а как все встало? Не слышно, не слышно вообще. Ну, может, микрофон подсоедини. Ну, будет слышно. Подсоедини, пожалуйста. А у тебя встало? Что зачем? 10, что ли? Ну, как? Как? Ну, нельзя посадить, если это камера своя, Володь. Моя? Там разъем, да? Там разъем. Ну, я не кремлин, мы самому-то же снимаем. Давай, да, правильный. Здесь я отслаблю, вроде, точно кремлин, 10 глава. Ну, давай, давай. Сейчас надо. Ты из него, брат, не глядишь по сторонам. Я и хотел, чтобы обозрение всех было, у меня не получилось. Что, что? Что? Как долго? Не бодресткий, брат. Я так вкусил. Ну, не оправдывайся, что-то. Борький характер. Начинается. Ну, кидор у нас, календарь, куда идет. Все, что мы здесь научили, у нас. Ань, рука вкатал. Лука. Ева, у нас сегодня оператор. Ну, давай. Жоря, помогите. Где 100 метров? Сейчас я их кликну. Все, ты некогда ушли. Сюда ушли. Ну, 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 мы посмотрим, куда он их. Мы еще и наoshow. Нет-несесесе. Э, ну, некогда пом berлministу. Ну, маленько у меня, ну, маленько у нас. Вот. О, вот.